Тема, которую мы сегодня планируем обсудить, это передача изменений имущества Министерства обороны. Она очень актуальна. Эти вопросы мы занимались в течение всего 2013 года. Сразу я говорила, что это видуют изменения участки, это объекты инфраструктуры, это сеть, это помещения где-то жилы, где-то помещения столовых, казарм, каких-то подсобных помещений, складов. И не все эти помещения находятся в состоянии, которое возможно использовать для жителей или для муниципалитета. Часть из этих объектов разрушены, часть руинированы. Некоторые не подключены к сетям, поэтому всего из пакетов более 500, которые Дюма города Владивостока своим решением принимала в муниципальную собственность. Поэтому предстоит очень большая работа по разработке концепции использования этого имущества. Если говорить о земельных участках, то, конечно, прежде всего хотелось бы, чтобы эти земельные участки подверглись комплексному освоению под жилые микрорайоны со всеми объектами социально-культурного назначения по Тимуниговой парке. Есть объекты, которые уже сейчас не используют для наших муниципальных методических предприятий. А часть объектов, наверное, все-таки город не сможет себе позволить восстановить или использовать. И это возможность оценки этого имущества и включения в план приватизации. Это будет очень хорошим стимулом для наших предпринимателей. Для кого-то это облегчит какие-то траты по аренде помещения. На самом деле, с точки зрения геополитики, решение не с прецедентом по поводу передачи военных земель муниципальному образованию. Решение неусловно нужное, решение необходимое. Необходимость данного решения, я думаю, что абсолютно никто не оспаривает. Но дело, как всегда, в связи с этим. Во-первых, насколько я понимаю, не все эти территории, которые предначально планировалось передать от Министерства обороны муниципальному образованию, первыми. Момент номер два. Насколько я знаю, не все те правовые процедуры, которые необходимо было провести, они до сих пор проведены. И третье. У очень небольшого количества людей, зная, какие нахреты территории, переданы от Министерства обороны муниципальному образованию, нехватка информации, она порождает достаточно большое количество слух. Слух первых. Переданное, лишь те земли, которые являются не любыми. Первый. Момент номер два. Перед тем, как земли были переданы, земли и помещение имущества было передано. От Министерства обороны муниципальному образованию значительная часть этих объектов была времена. Я сам, когда я провожу в Логинское расследование, знаю точно, что в прошлом году, перед тем, как был проведен акт передачи, значительная часть этих объектов попала в обременение. Министерство обороны провело в конкурсе и сдало длительную арену те или иные земельные участки и помещения. Каким образом использовать сейчас эти помещения и земельные участки, по крайней мере, я не знаю. Это первый, точнее, это уже третий момент. И прежде чем мы начнем полностью рассматривать, как использовать все эти земельные участки, все эти имущественные комплексы, необходимо четкое понимание, что это за имущественные комплексы, где они находятся, каким образом они накладываются на генеральный план города Владивостока. И по-хорошему, конечно, полный период необходимо опубликовать в средствах массовой информации. Для того, чтобы люди четко знали, вот эти объекты, они находятся там-то, там-то, там-то. Их можно использовать так-то, так-то, для того, чтобы избежать тех употреблений, о которых уже сейчас начинают говорить, в том числе и в СИЗИ. Что касается земель, на сегодняшний день, конечно же, это застройка, которая необходима городу Владивостоку, в том числе и для разных категорий жителей. Я считаю, те побережья, по побережью, где на сегодняшний день эти территории есть, они есть, я кличусь на щитовую, говорю о гордостаях и другие территории. Вот эти модернизируют культурно-оздоровительные территории, которые могут было сделать какой-то определенный объект из Саватора-Кротлаза. Соответственно, продовольственное направление, производственное направление, которое на сегодняшний день тоже есть руинированная, неруинированная для сохранения, которые можно сегодня использовать для восстановления нашего производства, развития малого бизнеса. Я думаю, что Министерство обороны, я занимаюсь достаточно много времени и хотел бы в своем небольшом упомяплении рассказать и, наверное, тоже обозначить некие вопросы. Ну, в первую очередь, конечно, первая проблема – это недостаток информации под управлением муниципальной собственности. Но я уверен, что в ближайшее время такая информация будет, информация, которая будет содержать, какие объекты уже приняты и стоят на балансе администрации города, в каких объектах уже распортированы, например, лупы, которых я лично слышал. И, в первую очередь, это те объекты, которые можно вот сейчас уже непосредственно использовать, где буквально некоторое время назад они служащие несли службу и оттуда выехали. Потом информация о тех объектах, которые пока стоят просто под охраной и не используются, и те объекты, которые в процессе передачи. Потому что нет администрации города Владивостока, зависит то, насколько быстро все это станет на баланс. Большинство объектов не имеют ни кадастровых, ни технических паспортов. Хотя и существует упрощенная форма регистрации прав. Она все-таки идет со скрипом. И поэтому здесь нет администрации города, что не весь имущественный комплекс в количестве более 500 рублей на городу принят на сегодняшний момент собственность. Потому что, учитывая приказы, например, прошлого года, 2012-го, я знаю один из объектов, права вступила администрация только сейчас, буквально неделю назад. То есть прошло почти целый год. Также мы, все жители города, достаточно часто смотрим по сторонам и видим заброшенные объекты. А чьи они? На самом деле это и есть объекты Министерства обороны. И, к сожалению, они не проэнтализированы, они не учтены. И, к сожалению, они также не вошли в перечень объектов передомаевых муниципальных собственность. И, к моему мнению, что сейчас одна из самых острых протеев нерешеных, это предоставление земельных участков для многодетных и для молодых семей. То есть вы знаете, что эта программа реализуется, но достаточно медленно. И сталкивается, прежде всего, с нехваткой подготовленных и правильно юридически оформленных земельных участков. Поэтому я считаю, что первоочередной задачей должно быть привлечение этих земель для передачи именно каких-то категорий, для решения именно этих задач. Так как, причем для этого есть, я считаю, необходимые условия, так как большая часть передаваемых земельных участков расположена все-таки не центральная, зона не внутри, в жутких районах, а именно в этих местах, где можно построить малой этаж. Блаженый Клинин, мне кажется, что, знаете, мы в данной ситуации ставим монтелеку впереди лошадь, потому что мы пытаемся решить, каким образом использовать земельные участки, но у нас до сих пор нет четкого понимания, что это, собственно говоря, за земельные участки. Это первый момент. Второй момент. Я бы настоятельно рекомендовал городской думе, представительному органу власти, рассмотреть вопрос передачи земельных участков от Министерства обороны, муниципальному образованию и провести по этому году либо депутатские слушания, либо депутатскую комиссию, а не круглый стол. Для того, чтобы обязать присутствовать на данном мероприятии и представителей исполнительной власти муниципального образования, насколько я знаю, сейчас представителей администрации нет, чтобы действительно там присутствовали и представители Рослиестра, и представители Министерства обороны. Потому что мы сейчас задаём вопросы, а ответы на них не слышим. Хотелось бы, чтобы какие-то зимни были предусмотрены именно для размещения каких-то промышленных объектов. Ну, допустим, строительный пластик, промышленный пластик, всё это можно. Потому что в городе иногда существует такая проблема. Приходит к нам, допустим, заказчик и просит на какие-нибудь участки, какое-то производство. Всего нужно пару лет. Вы что-то превратилось в торговых проектах? Да. Поэтому, конечно, можно даже действительно совместно с премиумом проектами при разработке генеральных планов читать именно замеры какого-то промышленного объекта. Я бы хотела поблагодарить участникам другого стола. Началось вступительное слово с того, что тема очень актуальная. И, собственно говоря, само обсуждение этой темы подтвердило то, что тема актуальна. Есть много вопросов. Мне кажется, вот сейчас идет процесс передачи или оформления схем, границ участков, инвентаризация того имущества, которое Министерство обороны готово передать муниципальному, где-то и проекту, собственность. И этот период очень важный для всех нас в связи с тем, что появляются новые обстоятельства по обременению, и здесь, мне кажется, не лишним будет вспомнить тот посыл, с которым принималось решение о передаче имущества от Министерства обороны, в муниципальную собственность. А посыл этот был такой. Должно быть передано все то, что не используется объектами Министерства обороны для обеспечения обороны нашей страны. То есть, те объекты, которые каким-то образом переданы в аренду или в пустую, значит, они не нужны для поддержания обороноспособности страны. Значит, не вопрос отпадает сам собой, нужно их передавать в муниципальную проекцию собственности или не нужно передавать. Поэтому, мне кажется, что очень важно, что мы этот вопрос обсуждаем именно в тот период, когда идет процесс подписания актов, приема-передачи, еще раз скажу, определения каких-то границ участков. Мне кажется, это тот самый период, когда и внимание депутатов, и внимание общественности, и внимание СМИ очень полезно для того, чтобы все объекты Министерства обороны, которые не используются по назначению, были переданы в муниципальную проекцию собственности. Спасибо. Большое спасибо. Ну, я думаю, работа будет в основном.